привет удивительную пластинку я сейчас вам покажу если кто-то ее не слышал очень советую послушать обложка вот такая довольно специально я его сказал довольно странная хотя те кто любит психоделическую музыку скажут что ну обложка как обложка таких обложек полно группа radio head пластинка 2016 года moon shepard pull называется она пластинка довольно странная ровно такая же странная как и сама группа а группа radio head все ее знают конечно нет человека среди тех кто смотрит эти ролики наверное которые не знают группу radio head многие любят многие не любят но можно любить можно не любить однако эта группа возможно самая главная группа конца 90-х и начала вплоть до середины практически двухтысячных я думаю так главнее группы наверно и нет ну если уж не быть таким упертым можно сказать что одна из самых главных групп у каждого ведь своя главная группа есть у кого-то сепультура кого-то джет ротал по-прежнему остается главной группы у кого-то что-то еще кто-то еще я знаю даже несколько человек которые считают что youtube это главная группа современности хотя на мой взгляд это вообще оставим за кадром это к тому что у каждого свои любимые авторы ничего страшного тем не менее radio head на мой взгляд тоже наверное одна из главнейших групп в свое время я считал что лицо 90-х это группа red hat chili peppers но после того как я услышал альбом californication я понял что это совсем не так это было страшное разочарование и я поставил в общем крест на этом замечательном коллективе который действительно за слов несколько очень сильных пластинок вплоть до californication это опять таки мое мнение вернемся к radio head том-йорк олицетворение конечно группы хотя это тот случай когда не один человек делает всю музыку именно группа именно звук который создает radio head неповторим удивителен и такого действительно не было никогда и продолжает не быть и radio head продолжает делать музыку которая на 28 шагов впереди всей остальной музыки которую пишут все остальные группы команда совершенно вне традиции если и естественно вне конкуренции потому что конкурентов нет все играют так или иначе в традиции которая может создаться год назад какими великой группой ну типа крафтверк там например да и потом в этой традиции бац появляется 28 команд которые играют вроде бы новую музыку вроде бы оригинальную вроде бы свою но отталкиваясь от крафтверк radio head ни от чего не отталкивается вообще отталкивались они в самом начале на первом альбоме там пабло хане скажем который мне очень нравится и за песню в которой том йорк поет фразу anyone can play guitar я уже поставлю ему памятник при жизни потому что действительно гитаре может играть каждый и рок-музыка это музыка свободных людей которые просто берут гитару или садят за клавиши начинают играть совершенно неважно с каким качеством с каким умением с какой подготовкой и так далее тому подобное вы скажете нет нужно уметь играть очень хорошо виртуозно и тогда ты станешь звездой свои годы я объездил не скажу чтобы много городов мира но там лондон нью-йорк берлин и еще несколько замечательных мест включая санкт-петербург москву и ряд городов нашей страны я видел десятки уличных музыкантов с потрясающей техникой с потрясающим драйвом с высочайшим качеством игры с энергии с желанием но никто из них не стал звездой и не станет никогда потому что нет самости нет той штуки которая отличает вас от всего остального нет новой музыки в этом консерватории всего мира выпускают сотни гитаристов пианистов орфистов скрипачей каждый год а слушаем мы несколько человек из этой сотни мы слушаем музыку мы слушаем то что выше техники исполнения это я не никоим образом не отрицаю технику не отрицает багаж знаний и прочее 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 в общем я об этом говорил много раз поэтому вернусь к группе радио хэд том-йорк это тот человек который меньше всего похож на рок-музыканта я уже не говорю о том что на рок-звезду более неприятного внешне парня на рок-сцене наверное не существует очень некрасивый парень глаза у него разные такие как у меня примерно что наводило меня в свое время на некоторые мысли дэвид боу и с разными глазами том-йорк тоже один глаз маленький другой большой и алексей рыбин в этой плеяде находится то есть годом к 80 у меня есть шанс стать я рок-звездой чем мне абсолютно не хочется честное слово вам даю просто зуб даю клянусь чем угодно вот чего я не хочу так это стать рок-звездой том-йорк тоже не хотел этого вообще хотя когда они писали первый альбом пабло хане я думаю что такие мысли были потому что том-йорк не просто так собрал свою команду он со своими друзьями одноклассниками они любили beatles он очень любил beatles очень любил queen восторгался гитарной игрой брайана мая что из подвигло его заниматься игрой на гитаре и сочинять песни группа его тоже любила разную музыку известную раскрученную и конечно команда хотела играть громко много на сцене для публики и все такое прочее но йорк шел совершенно другим путем его интересовал его личный внутренний мир его взгляд на жизнь его переживания и после грандиозной пластинковой компьютер он испытал невероятный шок потрясение впал в депрессию хотя группа стала конечно номер один пластинка была всюду на всех радио где где только возможно и группа вела невероятную популярность и йорк сделал все возможное чтобы уйти от этой популярности но качество его музыки оказалось таким что как бы он не увиливал от популярности какие его на альбомы не записывал после ok компьютер все равно радио хэд взлетали выше 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 и выше но есть за что значит люди все-таки слушают музыку они ходят на концерты посмотреть на своего идола а все-таки слушают музыку чувствуют понимают и эта группа стала знаменитой только благодаря своей музыке больше ничему не внешности не поведению не скандалом не ничему подобному но я вернусь к этой пластинки о других пластинках мы поговорим отдельно я их люблю все эту группу я обожаю и про каждую пластинку можно говорить отдельно что здесь хорошего на мой взгляд но я начну с того что каждая новая пластинка радио хэд мне кажется лучше пластинка радио хэд это не исключение 2016 год ему шеппит пол здесь йорк достиг наверное того что сделал невозможное он соединил симфонический оркестр с рок-группой вы скажете ха 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 150 тысяч назовете мне пластинок где играет группа с симфоническим оркестром да это так но никто из них не соединял звучание симфонического оркестра с рок-группой всегда оркестр отдельно группа отдельно все играют вроде бы вместе да не вроде а точно вместе все играют законченное произведение начиная там от прокл хором и кончая пэйна в солейшем там окей кем угодно металлистами самыми с губенными но все равно оркестр играет оркестр играет рок-группа все равно они не склеиваются в единый звук а радио хэд сделали так что они стерли грань между симфоническим оркестром и рок-группой они слили все это в единое целое это трудно объяснить это можно только услышать но здесь нет отдельно симфонического оркестра отдельно группы здесь единый монолитный звук и первая песня burn to witch это такой рок такой тяжелый рок который сыгран симфоническим оркестром со звуком рок-группы вот представьте себе представить это невозможно йорк пишет такую музыку которую не возможно представить ее можно только услышать удивиться ахнуть раскрыть рот как это как это бывает как это сделано совершенно атомная песня вот это burn to witch которая вроде бы стала синглом я точно не знаю есть синглы вот эти интернетные уже современные не слушаю не не слежу за их выходом но тем не менее daydreaming следующая песня это daydreaming это вроде бы сонное произведение которое заканчивается храпом но она не про сон она про мечты она про внутреннюю неустроенность йорка недаром он депрессил депрессировал страшно от того что его вознесли в статус рок-звезды ему нафиг это не нужно все было и так и остается его интересует только музыка daydreaming космическое психоделическое произведение с фортепиано в реверберации с массой чудесных компьютерных звуков если кто не любит компьютерные компьютерные звуки послушайте эту штуку компьютерные звуки бывают очень разные очень разные и это не то что вы не то о чем вы подумали сразу скажу это очень красиво безумно интересно desk dark следующая песня открывающая вторую сторону она мне напомнила песню видеотейп с пластинки in rainbows если я не ошибаюсь такая же она плавная трогательная космическая но уходит все равно не то чтобы в тяжесть но в агрессию вообще пластинка достаточно агрессивная что не характерно для radiohead 10 island диск следующая песня неожиданно акустическая гитара неожиданно какие-то восточные мелодии йорк поет около восточную мелодию на около восточной же фразы акустической гитары потом все уходит опять в космос radiohead full stop любимая наверное моя песня пульсация разгул просто ударных но разгул ударных каких не таких не heavy metal rock да а ударные которые четко понимают то что нужно здесь в этом полотне в этом звучание тонком пространственном подвешенным в воздухе музыка абсолютно неземная вот что я могу сказать это не метафора это так и есть потому что эта музыка не она не касается земли она вся висит в воздухе несмотря на то что играет и бас играют и ударные играют и драм-машина вместе с ударными замешана вообще продюсерская работа адская конечно здесь адская но этого ада не слышно не слышно напряжение в работе все очень естественно очень легко и абсолютно гениально на мой взгляд glass ice песня с очень красивый очень простой и весьма традиционной голосовой линии вроде бы такая рок-баллада играют клавиши которые похожи больше на арфу такие вот партии клавишных переливчатые арпеджио извините за терминологию и эта песня превращается в какую-то мощнейшую симфонию вступает опять оркестр который не оркестр тут не представляешь себе вот этих людей которые сидят оркестровой яме со скрипками с виолончелями с с гобоями там с тромбонами вообще этой картинки нет это совершенно другой звук другой звук оркестра другая задача у оркестра объяснить это сложно следующая вещь подвешенные в пространстве женские голоса и кажется что это кейт буш где-то поет сзади на заднем плане женские голоса здесь присутствуют во многих песнях некоторые похожи даже мелодически на партии голосов похоже мелодически на то что поют женщины на пластинке про кухаром гранд-отель но не так все равно все равно это творчество тома йорка никакого эпигонства ничего нет the numbers песня опять фортепьяно а-ля арфа ударные гитара мягкий рок вроде бы традиционный мягкий рок радио хэдовский опять-таки нет не обычный традиционный для радио хэд и гранд-финал грандиозный просто в конце оркестровой такое давление невероятное в общем эта песня я не все их описал они все удивительны все не похожи ни на что и на мой взгляд это лучшая пластинка радио хэдки постарайтесь с ней ознакомиться когда это когда-то я читал случае альбом это hell to the tiff до этого я считал что лучший альбом это кит эй до этого я считал в случае альбом ok computer ну павла хани меня сразу сразила пластинка когда она только вышла первое а дальше пошло все лучше 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 интереснее интереснее неожиданнее неожиданнее и с каждой пластинкой группа радио хэд отметает все все ожидания публики о том что же будет на этом альбоме люди услышавшие какую-то пластинку радио хэд она вдруг понравилась ждут следующие следующие выходит вообще другая совсем вообще другая музыка не похожая на предыдущие изменяется круче чем дэвид боу и даже изменял свою музыку но вот он ему шефит пул пойду пить за эту чудесную музыку пока